И всю тёмную ночь, ночь, всю тёмную ночь, Любила мочика, Эй, макритина, мочи, Какая медлительная эта Настя Отпросилась к Берестовым и обещала пораньше вернуться. Видите ли, поварова жена у них именинница И вчера приходила хватит обедать. Но надо же, господа в ссоре, Послуги друг другу угощают. И почему же время так медленно тянется? А интересно так, что спасу нет. А как же вас интересует, Когда явился у нас в уезде молодой, И говорят, красивый парень, Чем же нам уездные барышни занять себя? Как ни книжками, ни разговорами. Мы ведь никуда не выезжаем. Вон колокольчика уже есть приключения. А поездку в ближний свет — событие. А между тем, говорят, все уездные барышни с ума сходят по молодому Берестову. Увидеть бы его, да как, говорят, Он носит черное кольцо с изображением мертвой головы. Да, все это чрезвычайно необычно. Барышни и правда сходят по нему с ума. Настя обещала пораньше, а ее все нежды нет. Ну, Елизавета Григорьевна видела молодого Берестова. Целый день с ним находились. Как целый день? Расскажи, пожалуйста, мне. И двойки с ним. Пошли мы. Я, Дулька, Анисья, Нина. Да я знаю, а потом. Погодите, все по порядку. Вот пришли мы в дом, к самому обеду. В ком-то была волна народу. Были все в Олбинске, Захарске, Прекраски, 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 Хлопинске. Мобили, что-то был. Ну, погодите вы. Вот сели мы за стол. Прекраски, ты на первом месте, А я, может, и не ем. Дочери надулись. Да, хлебать и хотела. Ну, Настя, как скучна ты с вечными своими подробностями. Ну, что же мы так нетерпеливо, Лизавета Григорьевна. Вот вышли мы из-за стола. А обедали три часа. И обед был славный. Такие пирожные, пламманджей, синие, красные, полосатые. Ну, вот вышли мы из-за стола и пошли играть в горелки. Тут и явился молодой барин. Ну, что ж, правда ли, что он так хорош с собой? Ой, хороший, красавец, можно сказать. Такой высокий, стройный, румянец во всю щеку. А я думала, у него лицо бледное. Каков он тебе показался? Печальный, задумчивый. Да что вы, я такого вешалого сродного взяла. Сдумал он с нами в горелки играть. С вами в горелки? Да невозможно. Отчим, даже и возможно. Придумал, поймает, ну и целует. Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля ваша. Я не буду. Я на сила отделаюсь. Да как же. Говорят, он влюбленный, на кого даже не смотрит. Ну, не знаю, на кого он там не смотрит, а на меня, и на приказчиков на читаю, отчик даже и смотрит. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барен, сказывают, такой прекрасный, добрый, ну, а домик хорошо. За детками гибки дает. Так по мне, ничего себе, не за временем. Да как же мне его увидеть? Что ж тут вновь идет? Вы вступайте в ту джунула. А на вас не далеко, всего три верши. Или езжайте вверху. Да, вверху. Где меня? Он может подумать, что я за ним гоняюсь. Да и отцы наши все. Так, наверное, мне с ним не познакомиться. А знаешь что, Настя? Она и русская крестьянка. И в самом деле... А по детству говорить я прекрасно умею. А можно я твой страфан надену? Ну, тот, что из синей китайки ссыли. Ты не обидишь? Да что бы, я только рада буду. Вам только рубаху надо не шелкукую, а из толстого сукна. Я бы их добыл. Знаю вы кого. Субтитры сделал DimaTorzok